24 февраля в Новой Ладоге весело и с размахом прошел праздник в честь Святого Алексея, который по традиции переносит удачу рыбакам и процветание рыбодобывающим хозяйством. Совсем не зря называют Новой Ладогу рыбацкой столицей не только Волховского района, но и всей Ленинградской области, так как именно здесь, в устье реки Волха, впадающей в Ладожское озеро, ежегодно проводится крупный гастрономический фестиваль «Корюшка идет». А убедиться в богатстве рыбной столицы можно было, побывав на самом празднике Алексея Рыбной. К слову, православная церковь чтит память митрополита Алексея, жившего в XIV веке 25 февраля. Митрополит Московский и всея Руси остался в памяти народа благодаря своим добрым делам. Он строил церкви, монастыри, оказывал помощь беднякам, налаживал отношения с ордынскими ханами. Владея даром чудотворения, лечил людей, а 25 февраля стало именно днем Алексея Рыбного, потому что в этот период начиналось таяние льда на водоемах и появлялось много рыбы. В связи с этим даже появились поговорки «рыба на столе, здоровье в семье, была бы уда, а рыба будет». Наши предки в это время пекли рыбные пироги, наводили порядок в доме и прислушивались к чириканью воробьев. Ну а наши современники на празднование Алексея Рыбного отправились 24 февраля в рыбацкую деревню Волховец в Новую Ладогу. Гостей здесь угощали ладожской рыбкой и соленой и копченой рыбными растягаями с горячим чайком. В этот субботний день работал настоящий рыбный базар, где можно было купить и отведать местную рыбу в разных видах и способах приготовления. Также привлекла гостей ярмарка продажи изделий народного творчества, связанная с богатством Ладожского озера. А веселыми и задорными песнями и танцами зазывала горожан и гостей театрализованное представление, организованное силами артистов Центра культуры, спорта и туризма города Новая Ладога. С учетом того, что внутренний туризм сейчас развивается последние три года очень динамично, мы прекрасно понимаем, что нужно создавать дополнительные активности на территории Волховского района для того, чтобы привлекать как можно больше туристов и оставлять их на несколько дней. Потому что те экскурсанты, которых мы сегодня видим на территории Волховского района, это, к сожалению, только однодневное посещение. Конечно, чтобы развивалась экономика, благодаря туризму, это нужно, чтобы люди оставались на два-три дня. И вот сегодняшнее мероприятие как раз-таки является, скажем, пилотным. Это даже, наверное, больше не мероприятие, а такой пилотный проект, благодаря которому понять плюсы, минусы, выявить потребности, которые туристы желают видеть на территории новой Ладоги, например, сегодня, учесть их и, так скажем, в дальнейшем развивать данное направление. Мы имеем замечательный проект регионального масштаба «Корюшка идет», который уже более пяти лет существует на территории Волховского района и проводится. Но поняли один важный момент, что одного мероприятия мало. Поэтому, благодаря организованному обучению на территории Сколково, которое организовало правительство Российской Федерации и ВПРФ, мы вот в рамках этого обучения решили попробовать и организовать данное мероприятие. За безопасностью праздничного события строго следила дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Как сообщили сами спасатели, в ходе проведения торжественного мероприятия происшествий не произошло. Значит, праздник точно удался на славу. Благодаря этому мероприятию мы создаем дополнительные условия, чтобы туристы могли окунуться в аутентичность, так скажем, рыбного царства, потому что целевая аудитория, она достаточно обширная. И, естественно, самое главное для нас, чтобы люди, приехав сюда, чувствовали себя комфортно и возвращались снова и снова. Вообще задача стоит создать, так скажем, первый в Ленинградской области рыбный край, где каждый может и сможет найти себя в части. Кто-то просто посмотреть, приехать, кто-то попробовать рыбу, именно нашу локальную, начиная от корюшки и заканчивая иными видами. А кто-то приедет отдохнуть, насладиться семьей данной атмосферой и получить незабываемые впечатления.